всем привет я евгений киселев вы на моем youtube канале и вы видите что как всегда по пятницам сегодня мы встречаемся с сергеем жирновым писателем публицистом популярным видеоблогером в прошлом сотрудником службы внешней разведки профессиональным прошлым разведчиком сергей олегович я вас приветствую привет евгений сеевич и привет всем нашим зрителям ну что я сегодня хотел бы начать с вот актуальной информации касающиеся истории с сбитым транспортником ил-76 которая уже который день оживленно обсуждают средства массовой информации соцсети и вот вчера мы узнали что состоялось совещание которое в киеве провел президент украины владимир зеленский он выслушал доклады министра обороны начальника генерального штаба украины главнокомандующего вооруженными силами украины валерия залужного начальника гур главного управления разведки кирилла буданова и главы сб у службы безопасности украины и главный месседж как мне кажется который прозвучал из уст украинского президента нужно прежде всего установить и четкие факты настолько насколько это возможно учитывая что падение самолета произошло на российской территории вне нашего контроля и в этой связи у меня к вам возникает вот какой вопрос как вы считаете вот в ситуации когда действительно украинская сторона не имеет по понятным причинам доступа к месту падения самолета едва ли туда будут допущены какие-то представители международной общественности какие-то наблюдатели эксперты в этой ситуации средствами разведки аэрокосмической агентурной можно ли собрать достаточной информации о том что случилось на самом деле что произошло ну к этому вопросу должен быть комплексный подход то как по косвенным данным кстати то как это подается украинской стороной меня убедило по прошествии трех суток что это было сбитие украинской ракетой украинцы это не отрицают ну то есть не не говоря что версия о том что это friendly fire она такая самая последняя это была самая первая версия которая возникла но она довольно быстро ушла то есть украинцы нет стараются перейти перетянуть это на российскую на российскую сторону и они вот если вы заметили и по итогам освещения и по выступлению украинского представителя в совбезе он когда поднимался этот вопрос в четверг 25 января украина наставит на том что но российская сторона нарушила все правила ведения войны и обмена пленными если пленные там были то есть грубо говоря я прошу прощения вот только что пришло сообщение это русская служба bbc как раз цитирует раз уж говорим о разведке то вот андрей юсов представитель главного управления разведки минобороны украины говорит россия не запрашивала режим тишины на участке под белгородом где упал ил 76 это он говорит в интервью корреспонденту ббc саре рейнсфорд украина не располагает по его словам подтвержденной информации о нахождении украинских военнопленных на борту самолета россия не уведомляла украину о том что военнопленные будут доставляться этим бортом обмен военнопленными говорит представитель главного управления разведки должен был состояться на сумском направлении там требовался режим тишины с обеих сторон украинский военные его соблюдали российские военные были доставлены к пункту обмена российские военнопленные имеется ввиду те которые должна была выдать в порядке обмена украинская сторона были доставлены в гражданском транспорте как и положено но обмен не состоялся кроме того по словам представителя украинской военной разведки упавший il 76m военной модификации имеет в хвостовой части пушечное вооружение этот самолет использовался для доставки сил и средств противника боекомплекта для стратегической авиации на российских авиабазах а также для систем с 300 и с 400 в белгороде кроме того он обращает внимание на то что во время предыдущего обмена военнопленными когда в украину вернулись 230 украинских военнослужащих использовался авиатранспорт но тогда россия уведомила украину о перевозке военнопленных и запросила режим тишины ну и так далее далее собственно говорит он о том что многое много информация требует уточнение есть немногочисленные фото и видео не показаны тела погибших по агентурным данным вчера в белгородский морг было доставлено лишь пять тел вот такая последняя информация да но на все в общем потихонечку картина проясняется то есть здесь моей точки зрения была провокация российская откровенная провокация то есть она знала что министр иностранных дел российской федерации будет находиться в оон в нью-йорке и она попыталась использовать это любой инцидент который будет в эти в эти в эти часы в эти дни для того чтобы создать яркую картину выступлению лаврового вот и по этому поводу мне кажется что это была разводка специальная разводка специальная провокация потому что естественно военно-транспортный самолет является законной цели для украины тут разговоров никакого никакого нет и мы знаем что российская сторона например когда украинцы сбили а 50 вообще ничего не сказала вообще ничего не сказала она не подтвердил ничего молча никаких уголовных дел не возбуждено вообще ни слова не сказали вот про ил-22 сказали немножко потому что там были переговоры тома там было понятно но он не не был разрушен но и понятно было просто сливы что там кого-то ранее ли кого-то там убили и так далее то есть эта информация прошла но про а-50 вообще не сказали ни слова вот а здесь через час буквально после падения этого самолета прошла огромная пропагандистская кампания тут же возникла симонян тут же возникли публикации списков то есть это видно было что это запрограммированная провокация то есть это рязанский сахар это котынь это вот вот такого уровня провокация потому что я тоже подумал помните сергей олегович когда прямо над кремлем летали и взрывались дроны официальная москва молчала десятки там десять или двенадцать часов прошло после инцидента и только к вечеру начало начало что-то говорить да согласен то есть здесь в общем совершенно было непонятное то есть во первых было понятно что российская сторона была готова к такому развитию событий потому что немедленно буквально через час появились первые первые сообщения и стали буквально лавиной комом стали валиться в средства массовой информации из нью-йорка подхватила эту тему потребовал заседание совета безопасности и тогда и тому подобное то есть это была провокация конечно украинская сторона пока что очень аккуратно к этому но она исходит из того что а вдруг там все таки были военнопленные и тогда конечно это очень большая проблема внутренняя проблема в украине да потому что в результате провокации в результате удара по вполне легитимной военной цели погибли украинцы вот и поэтому президент зеленский у которого вчера был день рождения отменил даже все все торжества попросил чтобы его никто не поздравлял то есть на самом деле украинская сторона сделала все чтобы сохранить режим но максимально спокойный и максимально уважительный исходя априори из того что все таки там погибло 65 человек украинских военнопленных возможно но скажем так с большой вероятностью да вот дальше сам сам сама катастрофа сложная потому что это огромный самолет который взорвался вы видели мы все видели на видеокадрах какой был взрыв какой был пожар то есть там на самом деле на месте падения и взрыва вообще почти ничего не осталось то есть ну только есть какие-то куски самолета обшивки вот а все тела разбросаны там только фрагменты тел и на самом деле вот специалисты я сегодня видел несколько репортажей по таким катастрофам когда падали ну буквально вот прям вот на аэродром допустим самолеты большие взрывались сгорали там вообще ничего не оставалось то есть там почти пустое место остается потому что но огонь там под две тысячи градусов это кремация строго говорят да то есть вот кремация остается только пепел все и и ничего больше не остается и в общем это вот такое это по поэтому вот сообщение о том что в доставили всего пять тел потому что в общем это просто случайно как-то вот там их может быть выбросило взрывом и поэтому они не сгорели в самом в самом 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 пожаре а просто взрывной волной куда-то там выбросило далеко скорее всего это кстати из кабины пилотов вот то есть там где есть какая-то ну скажем так окна стеклянные и они разбились и вот эти тела разлетелись а все остальные которые были в самолете они скорее всего прямо прямо вот там и сгорели на на этом месте вот и в любом случае с моей точки зрения это провокация российской стороны потому что все было сделано не так как должно было сделано при обмене военнопленными то есть российская сторона не уведомила что в этом военно-транспортном самолете летят пленные не попросила режим тишины не показала маршрут и так далее и тому подобное то есть здесь все в общем уже более менее понятно вот и дальше ну на отвечая на ваш вопрос можно попытаться то есть разведка не может давать стопроцентного результата но например я не знаю там съемками из космоса можно ли например найти съемки когда в жуковском грузили условно этих людей в самолет и туда значит должны были подогнать воронки какие-то тут туда должны были под ими несколько автобусов где значит потому что 60 человек по крайней мере автобус да вот едва в зависимости от марки и так далее то есть вот были автобусы в жуковском тогда когда стартовал этот самолет и так далее почему в жуковском почему их держали там они в луганске не в донецке почему это из москвы везли этих этих военнопленных здесь очень много странности на самом деле и в общем понятно что российская сторона у российской стороны морда в пушку вот дальше вы говорите украинцам не дали доступа к телам и к месту гибели они даже цивильным своим службам не дали то есть даже там полиция даже там фсб не получила доступа армия сразу перекрыла все доступ и все расследование идет на уровне армейских армейских следователей дознавателей вот так что здесь вроде бы на самом деле все уже потихонечку выясняется потому что сначала были еще версии откуда летел этот самолет были значит ошибки там по поводу бортового номера потому что одновременно какой-то самолет похожий летел из африки через иран сирию и на территорию российской федерации но выяснилось что на самом деле все таки не тот самолет вот там были были вопросы по поводу направления движения но тоже это объясняется потому что в общем есть так сказать момент захода к аэродрома можно делать круги и поэтому здесь в общем направление движения самолет они о чем строго говоря не говорит потому что нужно знать всю предысторию этот самолет не был на транспортере он был военным поэтому он не отражается на флайрадаре то есть здесь все максимально покрытым раком но похоже что это была значит провокация российская а дальше вы знаете это может как-нибудь всплыть потому что в любом случае если это самолет летел через какой-то военный аэродром то там же ведь абсолютно обслуживающий персонал есть и наземные службы диспетчерские службы там команда какая-то и так далее то есть на самом деле там человек там ну грубо говоря 30 40 50 знают о том что там происходило вот и рано или поздно кто-нибудь может просто проболтаться и вот и тогда значит агентурными агентурными возможностями можно будет получить тем более если допустим украинская разведка сделает заявление о том что она готова заплатить какое-то вознаграждение человеку который даст информацию о том как происходило формирование этого полетного листа экипажа там и так далее ну и если это была организованная спланированная провокация ведь кто-то в таком случае занимался организации и планированием да могли быть телефонные переговоры могли быть какие-то встречи возможно даже какие-то бумаги циркулировали нет бумаги бумаги нет бумаги сейчас не циркулирует они уже научились все они уже все поняли они уже знают что уже с печатью и что называется на гербовую бумаги не уже нет 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 сейчас сейчас российский в российской федерации при путине вообще нет никаких письменных припазах о секретных специальных операций все идет да да все идет уж на чтобы не оставалось никаких следов что и даже если я не знаю как это назвать там дело оперативной разработки там или как это называется ведь ведется же какая-то документация когда организуется секретная операция или вообще никакой нет там раньше все это дело велось то есть имеется ввиду что по советским понятиям там нужно конечно иметь большую документацию все эти дела там подшиваются все секретное дело производства и так далее когда идет такая операция просто делают отдельное дело временное дело куда подшивают какие-то бумажки а возможно даже и не подшивают никакие бумажки просто людей ознакомливают они подписываются и дальше это бумажка тут же уничтожается и все и до свидания и в архивах ничего не остается нет в архивах ничего не остается потому что путин в этом смысле он все понял он знает что ни в коем случае вот немцы же ведь немцев в основном судили на основе их же собственных архивов и вот кгб понял все это дело и кгб кстати что начали там вот в латвии в странах балтии в странах в украине в той же самой начали открывать кгбовские архивы и опять же предъявлять и значит уголовные обвинения на основании архивов и сейчас при путине все это поняли и в общем давным давно на стремной операции никаких активов не делается ну да вот я в свое время держал в руках секретное дело посвященные специальной операции по физической ликвидации знаменитого актера и режиссера соломона михойлса который был убит фактически по личному приказу сталина в начале 1948 года и как я понимаю оно не до конца рассекречено потому что я нигде не вижу например секретного указа о награждении орденом агента мгб голубева который доставил михойлса на место где он был убит и был убит вместе с ним но он был секретным агентом мгб и в этом в деле был отдельный секретный указ о том что он посмертно награждается по моему там орденом красной звезды вот этот этот указ меня совершенно тогда абсолютно потряс сейчас этого ничего не делается я вам напомню что кстати половина людей которые награждаются даже становятся героями это делается секретными указами при путине даже просто награждение то есть вообще мы не знаем да что 43 процента всей всего документа оборота президента российской федерации в виде постановления указа в прошлом году были секретными да то есть это даже на простые какие-то вещи то есть они просто скрывают бюджет военный они скрывают помилование чтобы не было понятно сколько людей было помиловано чтобы не было понятно потому что по идее все указы президента о помиловании должны публикаться на сайте президента российской федерации вот а здесь никаких указов нету все секретное отсутствует номера это все мы по моему да с вами уже обсуждали это в наших передачах что отсутствие этой этого делопроизводства и плюс это что касается регулярного регулярных вещей то есть людей которые берут просто из фсин которые числятся то есть вот там без бумаги нельзя обойтись потому что там на основании устного приказа никто не освободит из фсин потому что там все-таки документация есть там осуждены все по суду решением суда то есть там есть документальный оборот довольно довольно серьезный вот там есть конечно какие-то бумаги когда там пригожин приезжал с бумагой возможно даже уже даже даже без имен просто там написано было подателю сего дается право забрать любое количество заключенных из такой-то исправительно-трудовой колонии там языка или там из тюрьмы и все и там подпись путин вот и все а дальше может быть там есть какое-то приложение которое должен был он составляет там с по фамильным именем с регистрационными номерами заключенных там и так далее вот но она специальные операции такие секретные грязные на них вообще ничего не делается просто ничего не делается в лучшем случае делается черновичок какой-нибудь если нужно время какое-то на подготовке тогда делается скорее всего такое временное дело просто папочку сделаю такую вот и эта папочка хранится прямо вот в канцелярии путина а потом как только все это дело происходит утвердили и совершили то она тут же уничтожается все и больше никаких следов не остается но тем не менее все таки давайте вспомним что огромный массив информации о гибели малазийского лайнера мх-17 в 2014 году была собрана и обнародована даже не спецслужбами а международными расследователями журналистами христо грозевым и его коллегами по компании билингкет которые впрочем некоторые имеют хорошие источники в западных спецслужбах ну это говорится что у них хорошие источники западных спецслужб просто наверно там есть какие-то советы которые дают им западные спецслужбы потому что их источниками являются все все исходно доступные данные из сетей, российских сетей. Другое дело, что в российских сетях, в российские сети, даже из спецслужб, из российских, сливается очень много документации, которые можно было раньше найти на сидишниках на Митинском рынке за 10 баксов. Теперь это можно найти в базах данных в интернете. Нужно просто уметь работать с этими базами данными, иногда взламывать их, потому что иногда они защищены какой-то кодировкой и шифрованием. Но, тем не менее, они, кстати, использовали гораздо более современные средства, потому что просто все эти люди, это же огромные массивы все-таки людей, которые служат в армии, в частях каких-то, им присваиваются звания, фотографии есть. Плюс сейчас же мы живем в эпоху интернета, то есть все сидят в одноклассниках, вконтакте, все обмениваются, и армию, допустим, и спецслужбы вычисляют в основном через их родственников, потому что там есть жены какие-то, которые все это делают, выкладывают. Сами-то люди боятся выкладывать это, или помнят о служебной тайне, о государственной тайне. А жены, дети, я не знаю, они совершенно спокойно все это разбалтывают. И если уметь работать с этими базами данных, то можно, в общем, собрать все это в массив, и действительно, допустим, этот бук отследили от того места, где, откуда он стартовал, как он ехал, через, кстати, с использованием КАМИС наблюдения по маршруту движения, нашли все съемки, вот когда просто люди, им едет какая-то большая штука военная навстречу, они просто снимают на смартфон и в свои сети выкладывают, абсолютно не думая о том, что это, может быть, куда-то там попадется. И вот если перекрестно все это дело совместить, по времени, по маршруту и так далее, то можно набрать, на самом деле, огромный массив информации. Кстати, ту же самую работу Беллинкетт сделал потом с историей со Скрипалем в 2018 году. И опять же тоже все собрали. С Навальным и так далее, да. Ну, видите, Навального даже еще нашли исполнителей, даже нашли там руководителей, подставили их пранк. Значит, Навальный выступил в качестве пранкера, которая позвонила руководителю этой операции от имени якобы там кого-то из администрации президента или из Совета безопасности, вот, и заставил его рассказать практически под запись все, ну, по крайней мере, довольно много всяких оперативных деталей. То есть, на самом деле, не соблюдение просто вот бытового секрета и служебной тайны, это довольно регулярная вещь в Российской Федерации, и поэтому можно собирать довольно много информации. Вот, и поэтому я говорю, что вот вполне возможно, что кто-нибудь проговорится, кто ехал, кто видел, кто слышал, потому что, знаете, на самом деле, социальные сети, самая страшная вещь человеческая для социальных сетей – это тщеславие. Это просто тщеславие, потому что маленький человечек какой-нибудь там из воинской части в этом Жуковском, у которого убогая жизнь, в общем, ничего интересного в жизни не происходит, и вдруг он себя ощущает внутри какого-то очень большого секрета. И удержать это в себе – это невозможно совершенно, потому что этому человеку хочется вот та самая история 15 минут всемирной славы, когда хочется рассказать, что «а вот я здесь был, а вот я это видел». И с этим бороться совершенно невозможно, кстати. Это очень сложно сделать. Ну что ж, Сергей Олегович, я предлагаю нам немножечко перейти к сугубо традиционным нашим материям. И вот, что я вам хотел предложить. Об этом, кстати, и писали в комментариях многие наши зрители, что им интереснее было бы поподробнее все-таки узнать. Мы на эту тему говорили, но, видимо, говорили слишком мало. О том, как все-таки готовят разведчиков, как их готовили в ваше время. Немножечко побольше поговорить про учебу в Краснознаменном институте, точнее, в Академии службы внешней разведки, как она сегодня называется. Теперь она выдается. Ну, да. Давайте, давайте. Я, например, хотел вас спросить про такую штуку, об этом мы совсем не говорили, так называемые городские, по-моему, это называется, или практические занятия. Вот я отлично помню такой эпизод. Я в метро в Москве вдруг вижу своего приятеля, с которым мы вместе служили в Афганистане. И бросаюсь к нему навстречу с криком, там, здорово, там, Вася. Его, впрочем, по-другому звали, но неважно. А он от меня шарахается, как от огня, делает страшные глаза и показывает, что, мол, дай мне скорее пройти. И потом уже задним числом я узнаю, что он в это время учился в Краснознаменном институте и занимался тем, что экзамен, что ли, сдавал какой-то на умение уходить от наружного наблюдения. Было такое? Понятно, было такое, да, было такое. У меня, кстати, такой же эпизод был. Я вам расскажу, как я его использовал. На самом деле все зависит от того, как вы используете. Вы его просто застали врасплох, он не был к этому готов. Вот, а я к этому был готов. Значит, Краснознаменный институт, это большое учебное заведение, которое стало институтом государственным при Андропове. Андропов пришел в руководство КГБ в 67-м году. Кстати, как-нибудь поговорим, как он туда приходил, потому что это отдельная история, очень интересная, которая, с моей точки зрения, не соответствует тому, что о ней написано. И в 68-м году он сделал, значит, была школа 101 КГБшная в Москве, которая готовила кадры для внешней разведки. И это была школа, то есть это было учебное заведение внутреннее КГБшное. То есть когда вы его заканчивали, вам давали справочку, которая подшивалась к вашему делу, и, в общем, ничего дальше на свет божий никогда не всплывало. А рассказывает историю, что Громыко, который был министром иностранных дел, высказал Андропову как-то на заседании то ли секретарства ЦК, то ли на заседании Политбюро, значит, претензии по поводу того, что чекисты, которые работают в внешней разведке, которые работают, естественно, под прикрытием дипломатическим во многих странах, показывают свою неосведомленность по вопросам международных отношений, плохое знание языков и так далее. Это было такое... На самом деле это был навет, это было не так, потому что подготовка всегда в школе 101 была хорошая. Но, значит, он хотел, так сказать, подставить Андропова Громыко. И в ответ на это Андропов сказал, ну, раз это так, значит, мы тогда повышаем уровень нашего учебного заведения и на трехгодичных факультетах, а их было два, будут давать диплом государственного образца, и там будет программа, полная программа изучения, такая же, как она была в МГИМО, такая же, как она была у вас в ИСА, такая же, как она была в Патрису Лумумба. То есть, грубо говоря, ее просто в ускоренном виде за три года будут давать пятилетнюю программу. Вот, тем более, что, ну, там на самом деле не пятилетнюю, а четырехлетнюю, потому что не было практики у нас никакой трудовой. То есть, на самом деле, ведь последний курс в университетах или в институтах это была производственная практика и написание диплома. А здесь этого не было, поэтому этот год экономился. Вот. И... Значит, в этом... Это учебное заведение стало краснознаменным институтом. Ну, сначала институтом КГБ, а потом ему, значит, поскольку школа 101 носила орден Трудового или Боевого Красного Знамени, значит, это, значит, вот был такой краснознаменный институт. А после смерти Андропова он стал еще, к тому же, краснознаменный имени Юрия Владимировича Андропова Институт КГБ ССР. Чего, кстати, русского языка они не знали, поэтому они называли Краснознаменный институт КГБ ССР имени Юрия Владимировича Андропова. И с точки зрения правил русского языка непонятно было, СССР имени Юрия Владимировича Андропова, КГБ имени Юрия Владимировича Андропова или институт. Ну, это просто такая небольшая шпилька в пользу наших администраторов. Это у тебя заведение. Извините, что я просто заметочку сделаю на полях. Но вот согласитесь, что отчасти Громыко был прав, потому что после 20-го съезда КПСС и 22-го съезда КПСС, на которых очень много говорилось о нарушениях социалистической законности, о том, что органы государственной безопасности должны находиться под строгим контролем партии, стали, насколько мне известно, осуществляться такие партийные наборы, когда на работу в КГБ посылали ответственных партийных работников, ответственных комсомольских работников. И они как раз учились на каких-то краткосрочных курсах и зачастую назначались на высокие должности. Или это не затрагивала практика, не затрагивала внешнюю разведку? Нет, внешнюю разведку это затрагивало, но это было не так. У нас просто был, допустим, предыдущий перед моим набором был партнобор. То есть это был целый курс, куда набрали в основном людей. Ну, то есть там все-таки были какие-то и люди из Москвы, но в гораздо большем объеме это были люди, вот как раз какие-то либо ответственные комсомольские работники, либо ответственные партийные работники. Чаще всего, кстати, не выборные, а из аппаратов, из аппаратов ЛКСМ и из аппаратов партийных. То есть люди, которые работали в райкомах, в горкомах, в обкомах и так далее. И на самом деле действительно такая практика была. И эта практика была ужасная совершенно для разведки, потому что чаще всего это были люди с очень большим гонором, потому что они ощущали себя хозяевами жизни по отношению к КГБ, которые ощущали, что им, они должны стать большими начальниками. И у них, как правило, были очень слабые знания по предметам и по языкам. Но за счет того, что они партийные люди, значит, они продвигались быстрее иногда по профессиональной линии. Но на самом деле это происходило только на первом этапе. То есть вот на первом этапе они могли там, допустим, вот я пришел на должность младшего оперуполномоченного, они сразу приходили, могли прийти на должность старшего, то есть оперуполномоченного и даже старшего оперуполномоченного, потому что они были, во-первых, более взрослыми людьми, то есть это, как правило, люди, вот мы, школьники, там были от 23 до 26 лет примерно, а вот они могли бы там уже 30-летними, 35-летними, примерно как те слушатели, с которыми вы работали в вышке, которых вы учили, значит, персидскому языку, которые уже были, так сказать, майорами или подполковниками, прежде чем их посылали в Афганистан. Краснодарный институт – это огромная организация, которая располагалась в нескольких местах. Основной факультет и научно-технический факультет, два трехгодичных факультета находились под деревней Челобитева. Вы знаете, есть очень простая вещь, как это все дело искать. Значит, если вы возьмете Google Map и полазите просто по Подмосковью, то вот если вы видите массив леса и посредине массива леса, где вообще ничего нету, вдруг стоит какое-то большое здание, к нему дорога хорошая подведена и забор большой, то вот с большой вероятностью это будет либо воинская часть, либо вот какой-нибудь вот такая-такая штука. Ну, а дальше, в общем, теперь известные адреса, то есть основной факультет находился под деревней Челобитева, это на севере Москвы, в районе станции Бабушкинская и Медведково. То есть вы просто перелезаете через МКАД, находите деревню Челобитева и заходите буквально в первый попавшийся лес и видите сразу большой комплекс зданий, вокруг которого ничего нет, вокруг которого только лес, 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 и все, это очень легко найти. Вот, такая же штука Юрлова, деревня Юрлова, недалеко от Сходни, это был двухгодичный факультет, и Балашиха, это, значит, одногодичный факультет с одной стороны, и с другой стороны, это база тренировки Вымпела и так далее тоже. И они все очень типично выглядят на самом деле. Вот, на одногодичном факультете, как мы с вами уже говорили, обучались, как правило, вот примерно те же люди, которых вы обучали в вышке. То есть это люди уже состоявшиеся оперативно в контрразведке или в каких-то других подразделениях, и которых просто за год переучивали на разведку. То есть у них уже был оперативный опыт, они уже все знали, что такое агент, что такое оперработник, что такое куратор, что такое методы конспирации, что такое наружка и так далее, что такое подслушивание. Их просто надо было перепрофилировать на разведку. Вот так, как Путина поставили в 1984 году на одногодичный факультет. Вот, дальше двухгодичный факультет, как правило, это люди нашей с вами специализации международной. То есть люди, которые прошли уже через гражданское учреждение, специализирующиеся на международных отношениях, которые знают уже несколько иностранных языков или, правильнее говорить, владеют, потому что знать можно пословицу или поговорку, или там, я не знаю, какой-то текст, а языком владеют, с моей точки зрения. Его не учат, язык нельзя выучить, языком можно овладеть. Вот, которые владеют уже одним, двумя, тремя иностранными языками. Некоторые даже уже поездили по миру, там, с родителями или в стажировке. Вот, и их нужно обычно два года, потому что они ничего не понимают в оперативной деятельности КГБ. И поэтому их надо с нуля обучать истории оперативных органов. И, значит, дальше много-много оперативных предметов, в том числе вот и те, которые вы упомянули, там, значит, наружное наблюдение, а также там есть, там, всякие технические вещи, в том числе кодирование, шифрование, фотографии, изготовление микроточек, там, и так далее. Там много. Оперативная психология, вербовка агентуры, управление агентурой, сбор информации, анализ информации, обработка информации. Это все отдельные дисциплины? Это все отдельные дисциплины, которые разделены на кафедры. То есть, на самом деле, это большое учебное заведение. То есть, кафедра номер один – это разведка. Кафедра номер два – это контрразведка, но внешняя контрразведка. Вот, и дальше там кафедра номер три, я уже не помню, что. Кафедра номер пять, я вот точно помню, это психология оперативная. Вот, и так далее, и тому подобное. И дальше в процессе, значит, а на основном факультете и на научно-техническом факультете ко всем этим оперативным, значит, дисциплинам добавляются еще общеобразовательные дисциплины по программе МГИМО, ИСА и Мариса Тереза, там, и всех институтов, которые занимаются международной тематикой. То есть, грубо говоря, международные отношения, просто вот лекции международных отношений, и пошли, значит, по темам, по регионам, по проблематике, там, и так далее. Дальше у нас, например, была политэкономия, социализма и капитализма за три года, значит, опять по второму разу я там конспектировал капитал Маркса, там, и так далее. Видите, уже не было. А история партии и философия марктизма? Нет, это само собой. Это на любом факультете. История партии – это обязательно, потому что первая лекция, как только вы пребываете на объект, значит, ознакомительная лекция, ее читает, как правило, начальник факультета, и он говорит, что, значит, КГБ является боевым отрядом партии, а разведка является передовым отрядом боевого отряда партии, которая работает на прямом соприкосновении с врагами советского государства. И передовой отряд партии. Соответственно, да, конечно, партийное руководство, вот вся эта бодяга, это, безусловно, обязательная составляющая. Со всеми составляющими, кстати, комсомольская работа, потому что комсомольцы ездят, но их мало. И опять пришлось вам учить диалектический материализм и исторический материализм, вы хотите сказать, тоже? Конечно, конечно. И научный коммунизм? Конечно. И сдавать экзамены по этой бодяге, это ужасная штука была. Вот, ну ладно, это... Второй раз через это пройти и пережить, это я вам сочувствую задним числом. Ну, с другой стороны, с одной стороны сочувствие, а с другой стороны, если вы это уже сдавали, уже экзамены, то все это гораздо проще. То есть вы сами понимаете, людям, которые вообще не изучали, допустим, политэкономию, социализм и коммунизм, им приходилось вот там очень глубоко читать Макса, мне просто приходилось перечитывать, грубо говоря, освежать в памяти. Все, потому что у меня, на самом деле, если бы очень сильно захотел, я мог бы даже от этого дела отбодаться, потому что у меня был сданный государственный экзамен по политэкономии в МГИМО, и, в общем, я мог бы отбодаться и получить освобождение от пересдачи экзаменов. Вот, но это не суть. Вот, и, естественно... Наши зрители интересуют чисто шпионские знания и соответствующие предметы. Там, условно говоря, вы помянули в одном из ваших предыдущих рассказов, что приходилось прыгать с парашютом, я не знаю, там, подводное плавание, я не знаю, стрельба по-македонски, с двух рук в кувырте через себя. Нет, вот это... Экстремальное вождение автомобиля. Это все Джеймс Бандиана называется, и это, конечно, все это мифы, которых на самом деле не существовало. Существовало, значит, когда вы приходили в Краснодарный институт, в сентябре начиналось обучение, и в сентябре все курсы выезжали на воинские сборы. Эти сборы продолжались три недели, вот у нашего факультета мы были в Тульской дивизии воздушно-десантных войск ВДВ под Тулой. Я знаю, что двугодичники ездили в Молдавию, по-моему, кто-то ездил в Грузию. То есть вот я завидовал страшно своим приятелям, потому что они ездили в Грузию, и вы сами понимаете, какие условия там, виноград, яблоки, груши, вино, чача и так далее. А у нас мы, значит, под Тулой, значит, картошка, тульская картошка и самовары, там, я не знаю, пряники. Вот. И во время этих сборов на самом деле давался, во-первых, курс теоретической военной разведки, ну, очень кратенький курс, очень кратенький курс. Затем начинались уже спецпредметы, то есть агентурная работа, история органов ВЧК, КГБ и так далее. И дальше все то, что присуще армии, то есть подъем в 6.30, значит, в солдатских сапогах Кирзовых и в галифе с голым торсом в сентябре месяце вы выбегаете на пробежку, должны были пробегать километр. Вот. Потом, значит, водные процедуры, потом завтрак и потом, значит, занятия утренние. И все это заканчивалось прыжками с парашютом. Но для того, чтобы подготовиться к прыжкам с парашютом, сначала прыгали с таких маленьких вышечек небольших, просто чтобы укрепить нижние конечности ноги. Вот. Потом три прыжка с вышки, вот как в парке культуры, до войны были такие парашюты. Кстати, очень было популярно в советское время, все эти парашютный спорт, планерный спорт и так далее. Вот. Значит, три прыжка, такие тренировочные с вышки. Это, кстати, ужасная совершенно вещь, потому что вы на вышке там метров 10, наверное, 12, и вы видите землю, и подвешен купол, но он же не расплавлен, и, в общем, вы просто летите прямо вот на землю там 10 метров, а это очень страшно. Вот. Прыгать с самолета совершенно не страшно, на самом деле, потому что просто вы ничего не видите, вы выходите из земли, и, больше того, даже это супер совершенно ощущение, потому что вы летите буквально несколько секунд, ну, там вам говорят там 501, 502, 503, раз, наверное, на чеку, потому что вы должны отлететь от самолета, если слишком рано вы, значит, дернете за чеку, тогда купол раскроется, и может быть погашен самим самолетом, или там, я не знаю, в струю за ним устремлиться, то есть там надо, по-моему, 3 секунды или 4 секунды выждать, чтобы вы отлетели от этого самолета. Вот. А дальше, как только купол раскрылся, вы фиксируетесь в воздухе. Мы прыгали с высоты примерно 1000-1500 метров, то есть очень довольно высоко, вот, и когда вы ощущаете, вы не ощущаете на первых секундах вообще падения. У вас такое впечатление, что вы превратились в бога, вас подвесили на 1500 километров в воздухе, и вы идете в этом воздухе, вы абсолютно не чувствуете, не ощущаете падения. Вот. Ну, вместе с тем вы прыгаете с армейским парашютом, то есть такой купол круглый, он ненаправленный, это не параполт, то, что называется теперь, то есть вы не можете выбрать место, куда вы приземлитесь, вас несет туда, куда несет ветром. Нужно просто подергать за стропы, чтобы ветер вам дул в спину, и таким образом вы видели, куда вы летите. А дальше все зависит от случая, потому что вас может на какое-нибудь дерево, значит, приземлить, вот, и тогда будет очень неприятно. Ну, вообще-то прыгается в расположение воздушно-десантных войск, там большие-большие поля, вот, и там, в общем, конечно, все нормально. Вот. Но кто-то боялся, всегда на 80 человек курса находится один или два человека, которые просто боятся прыгнуть, выпрыгнуть из самолета по чисто человеческой причине. Это факт отчисления. Человек будет отчислен. Вот. Кто-то по физическим данным освобождается от этого дела, и на курс всегда бывает одна либо вывих, либо переломленная нога. То, что, грубо говоря, нужно просто ноги держать вместе, чтобы их не сломало, потому что довольно сильный удар, и вот если правильно все рассчитать, то все будет нормально. А вот если чуть-чуть вы не рассчитаете, неправильно, вот по ветру не сориентируете, то есть может вас боком где-нибудь там, и тогда может быть перелом или вывих. Вот. Так сколько раз вы... Лично вы сколько раз прыгали? Один раз. Прыгните один раз. Три раза с вышки, один раз. И на самом деле мы бы хотели, если бы нам, мне бы сказали бы там прыгнуть раз десять, я бы с большим удовольствием прыгнул бы раз десять. На самом деле это классная штука. Вот. Нет, один раз. Один раз и все. То есть это просто тест, на самом деле, психологический, больше психологический тест. И потенциальная подготовка на случай ядерной войны, там войны, чтобы, если там будут выбрашиваться, чтобы вы уже все-таки имели какое-то базовое, базовые данные по поводу того, как это делается. Дальше, естественно, вы бегаете с автоматом, вот, стреляете из автомата. А что такое стреляете из автомата? Три патрона, как обычно, значит, по цели, значит, ну, два раза стреляете по три патрона, один раз вы стреляете по мишени, где там, значит, считаются очки, а один раз вы стреляете по мишени, такой вот в рост, по фигуре человека, когда надо просто ее сбить, попасть, по крайней мере, там, либо в голову, либо в туловище. Все очень банально. Все очень банально. И, по-моему, мы стреляли... Ну, что очень многие люди, которые бывали на военных сборах после института, после военной кафедры, все это проходили тоже. Абсолютно. Вот, когда мы были все на военных сборах, то абсолютно такая же подготовка. Ничего другого не было. И в конце маш-бросок. Ну, маш-бросок немножко серьезнее, чем на сборах после института, потому что там были элементы разведывательной деятельности, то есть там надо чего-то там где-то там сориентироваться, чего-то там найти, какую-то штуку. Но в итоге это была очень смешная вещь, потому что у нас было на курсе довольно много людей уже, так сказать, асов контрразведки, там, до майора. И там произошла очень хорошая вещь, потому что вот те люди, которые по физическим данным были освобождены от прыжка, они работали при штабе. При штабе батальона, значит, и, соответственно, они были в курсе того, где там что планируется, и, строго говоря, за бутылку водки наша группа купила координаты того места, куда мы должны были прилететь. И поэтому вместо того, чтобы бежать там 24 часа, этим самым, или там 48 часов марш-бранском, мы просто пробежали первые три километра, дальше остановили первый попавшийся совхозный грузовик, еще за бутылку водки, значит, его отрядили. Этот грузовик нас доставил прямо туда, куда мы должны были прилететь, и дальше мы маялись полдня, потому что мы туда прилетели, приехали за полдня раньше, чем туда приехал КП, который, значит, должен был нас встречать на этом месте. Вот такая, это была такая абсолютно чекистская штука уже, шпионская, потому что выведали сведения из штаба, где нас должны были ждать, чтобы сэкономить себе... А вы знаете, я сейчас вспоминаю, что когда я был на военных сборах после четвертого курса в МГУ, для всех факультетов полагалось проходить военные сборы после четвертого курса, летом, после четвертого, перед пятым. И мы попали в военные лагеря под Ковровым, так называемые Гороховецкие, по-моему, они назывались лагеря, и там было, как говорится, все поразительно организованно, какой-то странный, непонятный, щадящий режим, даже многие преподаватели наши с военной кафедры удивлялись, а что это тут вообще такой порядок, чистота и расслабуха, что называется. А потом, знаете, оказалось, что среди, как мы назывались тогда, на этот короткий период, курсантов, проходивших военные лагеря, был внук Брежнева, тоже Леонид Брежнев, старший из его внуков, и откуда-то сверху прошла команда всем, кто там был, от начальства до, так сказать, рядовых преподавателей, чтобы ни-ни, чтобы никаких инцидентов там, чтобы, не дай бог, кто-нибудь там сломал ногу, растянул ногу, потому что здесь внук Брежнева среди его. А на моем факультете и на моем курсе МГИМО, на факультете МГИМО учился Андрей Леонидович Брежнев, то есть сын того из сыновей Брежнева, который был первым заместителем министра внешней торговли. Вот, ну, кстати, у нас не сказалось очень сильно это на графике наших военных сборов, хотя все боялись, что на вручение, на присягу приедет кто-то из родственников Брежнева, потому что мы были в путиловских лагерях под Тверью, а там был совсем недалеко охотхозяйства Завидова. Вообще боялись, что Брежнев приедет сам из любопытства, вот, потому что там совсем недалеко было ехать до этого дела, но все обошлось. Вот, это значит, и таким образом, в общем, все эти, вся эта военная подготовка в КГБ и в нашем, в Краснодарском институте, она ничем не отличалась от военных сборов вот таких институтских, армейских, только просто к курсам лекций уже специализированных предметов. А вот наружка и все такое прочее, вот об этом расскажите. А дальше, значит, вот первый год обучения, это в основном, в основном, первый семестр, это в основном теоретические какие-то предметы, в том числе и специализированные предметы, то есть, ну вот я вам говорю уже о истории органов ЧК, КГБ, дальше есть внешняя разведка и это теоретически, большой теоретический курс, который начинается с организации службы разведки, с принципов работы, с методов конспирации, до того, вербовка, привлечение агентуры и так далее, и тому подобное. То есть, на самом деле, это большой-большой предмет, который считается три года. Но уже довольно быстро есть технические предметы и прикладные предметы, и для того, чтобы практиковаться в этих предметах, мы выезжали в город, в Москву, на практические задания, городские задания. То есть, был день, когда мы ночевали дома и прямо вот нам, допустим, говорили потом, что мы должны были приехать обычно к зданию КГБ на площади Джижинского в переулке в каком-то, и нас, там была точка сбора, для каждого человека отдельная точка сбора, и с этой точки сбора мы готовили специально для этого, кстати, городские маршруты, проверочные маршруты для определения. Нам перед этим читали теоретический курс, как это делается, как это вот, как готовить этот маршрут, как обнаруживать наружку, как не делать ошибок, как не делать... То есть, строго говоря, все, что вы видите в фильмах, это все ошибки, это все делать нельзя. То есть, ни в коем случае нельзя оборачиваться, смотреть, бегать куда-то там, я не знаю, и так далее. Вы играете дипломата, который работает в российском посольстве и советском посольстве, и все. Значит, вы не можете ни в какие подворотни бегать, вы не можете скакать ни с каких-то поездов, там, с подножек каких-то поездов куда-то, лазить по каким-то крышам. Это все в фильмах. Вот, вы не можете оборачиваться каждые три секунды, смотреть, потому что вы никого, строго говоря, не увидите, потому что по вам работает бригада, которая может состоять от пяти человек до двадцати человек или даже пятидесяти человек на десяти машинах разного цвета, разных марок, которые вы никогда их не увидите, если вы не обладаете специальными данными. И вот вы должны составить маршрут, трехчасовой маршрут, легендированный маршрут, то есть это не просто блуждание кругами там по центру, вы должны легендировано, допустим, вы выходите, грубо говоря, из редидентуры, то есть из здания советского посольства в Копенгагене или там, не знаю, в Париже, в Вашингтоне, и дальше у вас есть городской маршрут, когда вы посещаете книжный магазин, вы можете зайти на какую-нибудь там выставку и так далее. То есть все должно быть чрезвычайно мотивировано. И в то время, когда вы осуществляете этот маршрут, вы создаете проверочные операции, проверочные ситуации, когда, если за вами есть наружка, то она себя может проявить в этом деле. И, значит, вам объясняется, как это делать, как создавать такие проверочные ситуации. Ну, здесь мы не будем вдаваться полностью в технику. Вот. И самое главное другое. За вами работает седьмое управление КГБ. То есть за вами работают, за нами, за курсантами, за нами слушателями КАИ, работают настоящие наружники, которые работают в семерке, которые работают за дипломатами, которые ловят шпионов, которые ловят там вот... Они каждый день работают за американскими дипломатами, за американскими шпионами ЦРУ, которые работают под дипломатическим прикрытием. То есть это настоящие профессионалы наружки. Это не какие-нибудь там... Это не какие... никакие тоже не курсанты. Они понимают при этом, что они работают против курсантов? Ну, строго говоря, нам всегда говорят, что нет, не понимают, то есть им просто дается объект наблюдения, они идут за этим объектом наблюдения, но поскольку они же не дураки, они же много лет работают, то есть они видят, что если идет молодой человек 30-летний, который выглядит как чекист, такой же, как они, то понятно, что это, скорее всего, каишник. Это, кстати, негативная вещь, то есть они по этому поводу не хуже работают, не слабее работают по вам, а наоборот сильнее, потому что они хотят, им очень неприятно, что вы поедете за границу, а они всю жизнь работают топтунами по Москве. И по этому поводу они с пристрастием работают по курсантам Краснодарственного института. Потом я же вам говорил, что 4 факультета, на каждом факультете по 80 человек, то есть 320 человек каждый год обучается в Краснодарственном институте. То есть это довольно большой массив. И каждый из нас, мы, я пишу отчет о том, как прошел мой проверочный маршрут, где у меня были проверочные ситуации, кого я увидел, описываю. Я должен описать всех тех людей, которые я подозреваю, что они сотрудники наружного наблюдения, значит, их внешний вид, корпуленцию, как они себя вели, где я их обнаружил. Значит, если машины, то номера машин постоянно постараться запомнить. То есть на самом деле это очень серьезная штука. А они со своей стороны пишут свой отчет, и в институт приходят оба отчета, и ваш преподаватель, который ведет вашу подготовку, он сводит эти два отчета и смотрит, где кто ошибся, где кто правильный и неправильный. Вот. А вот вопрос, пожалуйста, пожалуйста. А если, предположим, в реальной жизни, вот вы сотрудник резидентуры, там работающий под дипломатическим прикрытием, идете вот по такому специально разработанному маршруту, но идете для того, чтобы в какой-то момент встретиться с агентом, передать ему информацию, или наоборот, от него получить информацию, контактным или бесконтактным способом, там, я так понимаю, разные способы существуют. И вы обнаруживаете за собой слежку. Вот это вот за вами идет вражеская наружка. Вы что, не пытаетесь от нее оторваться? Нет. Если вы обнаружили слежку, то отменяется операция. Отменяется операция. Да. И дальше с любым агентом всегда, когда назначается встреча, всегда назначается запасная встреча. И то есть он знает. Кстати, он тоже может, он проходит такой же маршрут со своей стороны. Если он за собой тоже обнаруживает наружку, он тоже отменяет операцию. И дальше есть график, когда мы восстанавливаем контакт, или когда он сообщает, что у него там какие-то проблемы и так далее. То есть на самом деле все это очень предусмотрено, но вы сами понимаете, что это очень тонкая работа, потому что нужно быть, ну, грубо говоря, головой немцем. Нужно быть таким немцем, потому что нужно соблюдать детали. Это зависит от секунд, от минут, потому что вы никогда не ждете этого агента 15 минут на месте встречи. То есть вы должны выйти, вы никогда не выходите в ровное время, то есть никаких 17 часов или 17.30. Вы выходите в 16.32, или в 16.47, или там в 10.17. Вот вы ждете 30 секунд, максимум 2 минуты. Если 2 минуты нету, то все, уходите, и дальше идет дополнительное время и так далее и тому подобное. Дальше, когда вот все это, это все подготовительная работа. И на втором курсе происходит то, что называется вилла. То есть вас на неделю выводят на объект разведки, который находится на улице Смольной у речного вокзала. Значит, есть такое заведение. Причем вы будете смеяться, я мимо этого заведения ездил всю свою жизнь из Зеленограда в Москву и обратно. То есть 400-й автобус прямо проходил мимо этого заведения. И я, будучи еще школьником, уже подозревал, что там что-то такое КГБшное находится. Вот. И вдруг убедился, что действительно это объект вилла, значит, находится на перекрестке Смольной и чего-то еще. Я не помню чего. Вот. Сейчас по памяти. И вас туда вывозят всю группу или даже весь курс. То есть там есть здание, в котором есть общежитие, в котором есть классы. Оно такое из желтого кирпича. В общем, вполне себе приличное здание, но одновременно не очень незаметное. Ну, за забором, конечно, за кирпичным опять же. Вот. И дальше вы целую неделю живете в этом здании, как будто бы вы работаете в советском посольстве, вот точно так же, как вы работали в Афганистане, в Кабуле, в советском посольстве. Значит, вот у вас там посольские кабинеты, посольская там, я не знаю, квартира, я не знаю, вы в городе жили или в посольстве? Нет. Мы жили в городе. В посольстве мы были, как говорится, люди не вполне желательные. В посольство можно было приходить только в гости к какому-нибудь конкретному человеку, к твоему знакомому, к дипломату, он доказывал тебе пропуск, тебя долго проверяли на воротах посольства. Это было посольский, включая там сотрудников аппарата экономического советника, торгпрест, это все на огромной территории в Кабуле находилось. В Тегеране, например, были разные территории, посольство отдельно, аппарат экономсоветника отдельно, торгпреста отдельно, а в Кабуле это была одна общая огромная территория, но туда было не так просто попасть. Нет, военные советники и всякие прочие советники, они жили в основном все в так называемом микрорайоне, охраняемом районе Кабула, где было много военных патрулей, постов, район такой достаточно хорошо охранявшийся, и построены из типовых домов советского производства, который производил Кабульский стройкомбинат. Это такое, знаете, внешне очень напоминал какой-нибудь спальный район какого-нибудь провинциального советского города. Понятно. И, значит, это все дело называлось вилла, объект вилла. И ваш начальник учебного отделения, то есть, ну, по крайней мере, вы выезжали мы всем учебным отделением, и ваш начальник учебного отделения являлся резидентом на этот момент, сотрудником посольства. Надо было соблюдать какие-то даже внутренние там меры предосторожности, то есть не разговаривать в, грубо говоря, в столовой на служебные темы КГБшные. Вот, то есть там были, мы туда вызывали, у нас там были специальные комнаты, туда перевозили все наши секретные тетради со всем этим секретным делопроизводством, то есть это довольно довольно приличная приличная работа. И с территории этого, этой виллы мы уходили в город на встречу с агентурой, и эту агентуру играли частные преподаватели, то есть бывшие сотрудники разведки на пенсии уже которые, ну, они за это получали, кстати, денежки какие-то, и с другой стороны бедным пенсионерам, которым скучно было в жизни, они получали какое-то удовольствие от того, что они там, значит, встречались с молодыми. Вот, значит, они играли роль иностранцев в зависимости от языка, с некоторыми даже можно было говорить на иностранных языках, то есть вести беседу, вот как если бы была реальная беседа с отдельными людьми, вы воспроизводили полный цикл, допустим, вербовки, то есть вы сначала знакомились, то есть он как бы был нейтральным человеком, потом он становился вашей, так сказать, доверительной связью, и потом вы его вербовали, проводили вербовочную беседу, получали от него какие-то документы, или устно он вам рассказывал какую-то информацию, и вы возвращались, и дальше вы отписывались, и дальше это ужасная вещь, вот когда вы ощущались в вилле, вы понимали, что на самом деле вы попали совсем не туда, куда вы мечтали попасть, потому что вы мечтали попасть, мы все мечтали попасть, естественно, в Вашингтон, в Париж, в Бонн и так далее, и наслаждаться жизнью капиталистической, а мы попадали в абсолютно совковую резидентуру, где, значит, ужасные совершенно меры предосторожности, где ничего не скажи, где, значит, прежде чем выйти на встречу с этим агентом, вы писали, значит, план вербовочного мероприятия, и расписывали по пунктам, что вы с ним собираетесь делать, и резидент вам должен был утвердить эту штуку, если она соответствовала, значит, запросам, если не соответствовала, надо было переделывать, пока не утвердит, затем вы разрабатывали план проверочного маршрута, и, значит, опять, значит, все это писать, 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 писать от руки, никаких машинок, ничего, значит, это писанина, 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 и потом, когда вы выходили на проверочный маршрут, значит, вот вам давалась точка, вас брала наружка под наблюдение, вы проходили свой проверочный маршрут, встречались с источником, ну, здесь была экономия, потому что даже если вы наружку обнаруживали, Вы просто фиксировали, что вы ее обнаруживали, но дальше вы выходили все равно на встречу с агентом, не делали так, как это в жизни, то есть не отменяли встречу. Потому что пенсионера по 10 раз таскать на одну и ту же встречу и наружку, это было слишком дорого и муторно. Дальше вы с ним встречались. Это встречались либо в парках, это могло быть, но это могло быть в кафе, в ресторане, то есть беседа за обедом, как обычно это делается широко за рубежом, когда встречаются какие-то коллеги, дипломаты. Он вам рассказывал какую-то информацию секретную, вы ее должны были запомнить, и потом вы возвращались в президентуру и начинали отписываться, как вы прошли маршрут. Первое, значит, документ, я прошел, это так далее. Это много листов, потому что нужно было, представляете, сколько надо было хранить в памяти, значит, описание всех этих сотрудников наружного наблюдения, если вы их видели. Дальше вы должны были отписаться о том, как прошла беседа с вашим источником, значит, в каком настроении он был, как вы его встретили, как прошла беседа, какие проблемы там и так далее. А дальше он же вам рассказал информацию какую-то, и вы должны были еще отписаться, какую информацию он вам рассказал, значит, близко к тексту тому, что он вам рассказал, и дать свою оценку, дать свои рекомендации и так далее. То есть на самом деле это, в общем, очень скучная административная работа, в которой, так сказать, стрельбы по Македонской нету, гонок никаких нету, красивых дам нету, шампанского нету, а есть разговоры на геополитические темы, очень долгие всякие походы, поездки по городу. Ну, естественно, все оговаривались, потому что, конечно, проверочный маршрут в Вашингтоне или в Нью-Йорке – это не пешком, это на машине делалось, потому что… Ну и, кстати, извините, что я Вас перебиваю, но вот один мой знакомый, который когда-то служил тоже в службе внешней разведки, когда она называлась первым главком, спустя много лет, уже давно уйдя в отставку, откровенничал примерно в таком духе. На самом деле ты можешь несколько командировок провести за границей в разных резидентурах, в разных странах и ни разу никого не завербовать. На самом деле вербовка агента очень часто бывает очень таким эксклюзивным, как бы сейчас сказали, редким событием. И очень часто, на самом деле, ты все эти там 3-4-5 лет нахождения в командировке ходишь по встречам просто с какими-то там дипломатами, журналистами, бизнесменами. А вот часами сидишь и выслушиваешь всякую ерунду, и даже если не ерунду, то очень часто из твоего донесения, которое ты сочиняешь потом по кончайной встрече, в телеграмму, в центр, может быть, входит одна фраза или даже полфразы. Да, тем более, что еще это попадет в центр, и там еще и будет обрабатываться, и в итоге вообще эта фраза вылетит и не войдет ни в какой отчет и никуда. Да, это абсолютно все правильно. Если повезет, то вам могут передать просто на связь уже к кем-то завербованного агента. И тогда просто вы его ведете, и тогда, значит, это уже, так сказать, уже интереснее, потому что уже есть какой-то секретный источник. Вот, ну, больше того, с настоящими источниками практически никогда не бывает очных встреч. То есть в основном все передается через явки, через тайники, через тайниковые операции. Вот, и очень редко... А этого вас учили, простите, делать тайники? Да, конечно. Да, нас обучали, как подбирать тайники, где подбирать тайники, и в том числе делать даже тайники. Хотя на самом деле это не наша задача, потому что это просто, ну, такие общие сведения, потому что этим занимается специальный отдел. То есть вот в реальной жизни, когда там в реальной резидентуре вы подбираете место и дальше говорите, вот, что бы вы хотели сделать в качестве твоего тайника. И технический отдел вам сделает там камень, который будет распилен на две части, там будут, значит, углубления, куда можно будет вставлять какие-то закладки, и потом они собираются, все это... Или это будет ветка какая-то, или будет еще... Ну, что-то такие, объекты такие совершенно бытовые, потому что, естественно, там, если там вы идете по лесу, то, конечно же, это не будет папка красная, на которой будет написано донесение советскому резиденту о том, что там, я не знаю, с документами. То есть это будет какой-то бытовой предмет, очень бытовой предмет, в котором будет маленькая пленочка, все это снято там на Минокс маленьким фотоаппаратом, или даже это микроточка, где... Потому что агент может обучаться изготовлению микроточки. А микроточка – это буквально вот там, чтобы наши зрители поняли, вы читаете текст, вот машинописная точка, которая ставится на машинке или компьютером в конце каждого предложения. Вот такого размера, значит, наклеивается фотография, которая может содержать до 10 страниц текста. Просто огромным увеличением, значит, ее туда загоняют сначала агент, а потом в центре точно так же ее считывают. То есть вот этому, кстати, тоже учат, то есть там, значит, очень много тратится времени вот на такие практические вещи, в том числе фотография – это довольно серьезная вещь, то есть это много. И, как вы сами понимаете, в городе для того, чтобы подготовить виллу, вы должны подготовить несколько проверочных маршрутов, а это значит, вы должны знать город, вы должны подготовить несколько маршрутов по 2-3 часа, или минимум полтора часа. И, соответственно, вот мне, как москвичу, это было легко, потому что я город знал, причем я город знал не просто как москвич, а я еще работал гидом-переводчиком там по линии спутника, то есть я водил иностранцев по городу, то есть на самом деле я город знал примерно так же, как наружка его знает, который ходит за иностранцами. А иногородним это была огромная проблема, потому что люди приезжают, я не знаю, там из Еревана, например, и им нужно там за несколько недель узнать эту огромную московскую столицу, узнать ее кварталы и подготовить в соответствии со всеми принципами организации проверочных маршрутов, значит, себе проверочный маршрут. То есть на самом деле это, конечно, серьезная работа. То есть когда, я смею предположить, разведчик приезжает работать в резидентуру, в российском посольстве, в советском раньше посольстве, где-нибудь в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, в Берлине, он, получается, должен погулять по городу основательно и понять, как он устроен. Да, вы абсолютно все поняли, но для того, чтобы сократить это время, когда вы уже знаете, что вас посылают в Париж или в Лондон, или в Вашингтон, вы начинаете там полгода, идет подготовка к вашей командировке. А вот так? Изучение маршрутов по городу? Да, в том числе изучение планов города, карт города, фотографий города. Вы можете поговорить с вашими коллегами, которые были уже в этом городе, которые вам подскажут, какие места там и так далее. Вы почитаете, кстати, дела оперативной переписки, которые вам скажут, в какие районы нельзя абсолютно заранее уже, чтобы вы даже не пытались туда, где находятся полицейские участки, где находятся воинские части, где находятся органы контрразведки, разведки, государственные учреждения. То есть уже есть наработанный массив данных, и вы с ним работаете там от полугода до года, можете даже целый год готовиться к командировке. Потом, кстати, не только в Ясенево, но вас выводят еще под крышу в то учреждение, от имени которого вы выезжаете за рубеж, то есть в МИД, в Министерство внешней торговли, где вы уже начинаете выполнять какие-то свои прямые обязанности по прикрытию, то есть делать вид, что вы являетесь дипломатом. Это тоже значит, что вы должны... Или журналистом. Или журналистика. Значит, вы должны ознакомиться с учреждением, знать, кто там работает, какие отделы, кто начальники, какие коллеги, тусоваться там, я не знаю, где-то там по столовым, по буфетам и так далее, чтобы когда вас за границей спросят, а вот в ТАСе там на каком этаже у вас там находится там то-то, вы должны знать, на каком этаже у вас находится буфет для руководства, а на каком для, значит, для вас. Да, я люблю вспоминать, как на пятом курсе ИСАА при МГУ вот я проходил производственную практику несколько месяцев в главной редакции иностранной информации ТАССА, в редакции Востока, которая как раз отвечала за ближний и средний Восток, и вот за эти несколько месяцев раза три или четыре заведующая редакция вдруг приводил нового незнакомого человека и говорил, здравствуйте, значит, дорогие друзья, минуточку внимания, вот это Ваня, допустим, фамилия его такая-то, он у нас готовится к командировке на карпункт в такой-то стране, значит, не знаю, в Тунисе, в Алжире, в Йемене, там еще где-то, я сейчас уже не помню, в Турции, и все, понимающие, кивали. Самые смелые спрашивали, тихо, ты типа из ближних или из дальних? Ближние – это были сотрудники внешней разведки, КГБ, а дальние – это были военные разведчики. Правильно. А как в ГРУ готовили разведчиков? Там принципиально другая была система? Нет, там абсолютно такая же система была оперативная. Вся специфика заключалась только в том, что военная специализация, то есть информация, которую вы должны собирать – это военная информация, объекты, по которым вы должны работать – это военные объекты, но это совсем не означало, что если, допустим, ГРУшник, который работал под прикрытием посольства, встречался с иностранцем, который владел политическими секретами, то ГРУ, по идее, должно было такого иностранца передать в КГБ. А если КГБшник выходил на военного, тогда он должен был, по идее, передать его в ГРУ. Но вы сами понимаете, что соревнование между двумя разведками было такое, что никому никто никого не передавал, и поэтому все работали по всем линиям, и те, и другие. Вот и все. И дальше просто… А учились военные разведчики, если мне память не изменяет, в Академии Советской Армии, так это называлось, по-моему, да? Я не помню, это надо почитать у Суворова в «Аквариуме», потому что Суворов все описал в «Аквариуме». Там, значит, на Хорошевском шоссе у них было там это все учреждение. Их учили тому же самому, что нас учили в Краснодаром институте. То есть их тоже готовили к международной проблематике, их тоже учили иностранным языкам. Там были люди, которые выходили из специализированных учреждений, то есть типа ВИИА, например, военного института военных переводчиков. Они уже владели языками. Или брали сапогов прямо из воинских частей, которые просто хотели, значит, взять на работу в ГУ. Тогда им нужно было обладевать новым иностранным языком с нуля и так далее. То есть в зависимости от этого тоже там такая же градация была по длительности подготовки. И дальше все остальное, все было то же самое. Ну что ж, на самом деле мы с вами могли бы этот разговор продолжать до бесконечности. Я думаю, что мы его еще будем продолжать, потому что мы только очень маленькую толику того, что можно было рассказать, об этом рассказали. Вернемся еще к этой теме, но просто, как говорится, у Ютьюба есть свои законы, и Ютьюб не любит очень длинных видео. Это тоже нам надо учитывать. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо Сергею Жернову за его увлекательные рассказы. И не забывайте только ставить лайки, подписываться на этот канал. И всего доброго. До следующей встречи. Мы с Сергеем Жерновым рассказываем вам шпионские истории по пятницам. Следите, следите за нами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!